Вопрос, к сожалению, он, в принципе, и часто тоже приходит, и это беда, которая распространилась среди мусульман сегодня. Вот спрашивает сестра, как быть женщиной, если её муж делает харам, играет, например, в азартные игры, залезает в долги, не отдаёт долги годами у тех людей, у кого он их брал. Если он не посещает, например, пятничный намаз, в общем, халатно относится к намазам, не изучает религию, постоянно смотрит какие-то спортивные видеоролики или вообще недозволенные харамные видео, призываешь его, из-за этого начинаются скандалы, и вот как бы вот так вот, семья из-за этого только страдает. Бисмиллах, алхамдуллах, вассалату вассаламу алах, расулиллах. Да, как ты сказал, это очень распространенно, что делает сестре, который муж его, грешник. Основой, если хоть муж грешник, но он молится, он является мусульманином, вопрос, можно ли с таким мужем остаться или нет? Да, можно с таким мужем остаться, если его религии не мешает этот муж, если он не мешает ему соблюдать намаз, если он не мешает ему изучать религии, если он не мешает ему покрываться, если он не мешает ему, можно с таким мужем остаться? Да, можно. Но как эта сестра говорит, он даже в пятницу не ходит, только иногда ходит, азартные игры играет, харам не делает, даже когда на себя делает скандал, делает этот человек вообще высший уровень, фасик, если даже кафиром не является, если он молится. Такое, это является ли причиной развести от этого мужа, такого мужа, сперва да, как должен на себя делать, объяснить, даже кто на этого мужа влияет, может человек его направит, чтобы он не справился, не справляется, тогда сестра имеет право подать в суд, чтобы ады развел их с такого мужа, который портит ее религию. Аллаху Адам. Продолжение следует...